Добрый вечер, спасибо, что вы пришли. У нас, так сказать, довольно такая сложная программа, мы ее меняли туда, меняли обратно и всякое такое. Значит, сегодня должен был быть совместный вечер мой с московским поэтом Анной Нарь, но она, к сожалению, заболела, связанная была с тем, что ли, ей юбилей, поэтому мы вернулись к первой программе. Тем не менее, сегодня будет то, что называется, презентация нескольких там дисков и книжек. Вот они тут передо мной лежат. Прежде всего, это вот вышел диск наших совместных выступлений, поскольку она по совместности является мое желание. И тут в нашей старой выступлении есть такой диск, но, кроме этого, она достаточно известный поэт. В отличие от меня, я ее привлекаю в великое будущее, поэты фронтового поколения, Борис Луцкий, Давид Самойлов, Михаил Светлов и так далее, и так далее. И есть книжки ее стихов, которые по существу уже всюду отсутствуют, кроме как здесь. Я, поскольку это часть моей жизни, часть достаточно большая, вот около 40 лет, я, если можно, начну с того, со стихов и песен, вернее, с моих песен, с ее стихов, с моих песен, посвященных ей, потому что она приболела и, к сожалению, сама принять участие в сегодняшнем вечере не может. У нас сейчас в Москве, я так три дня назад вернулся из Штатов, и там грипп, и здесь грипп, и они разные, болеют там и болеют здесь. И, значит, такая вещь произошла. Ну, поэтому я несколько песен спою вначале, связанных с ней, но мы начнем с песен, с ней не связанных, а связанных за счет другой девушки, в далеком песне от восьмом году, от которой только эта песня осталась. Тихо по веткам шуршит снегопад, суча трещина огня, в эти часы, когда все еще спят, что вспоминается мне. Дево далекого просьбе, камни и письма домой, в царстве черготочных солнцем быстро меняется ось, долгой полярой зубой. Снег, 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 он палаткой кружится, вот и кончается наш кроткий ночной. Снег, 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 тихо на душу ложится, над берегом замерзающих рек, зря, 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 зря. Над Петроградской твоей стороной бьется веселый снежок, вспыхнет в ресницах звездоозорной, вяжет, кушает пылок. Снег, 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 снег за окошком кружится, но не коснется твоих сонкнутых рек. Снег, 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 что ты, любимая, снится над тишиной замерзающих рек? Снег, 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 толкли сердце твоем с берегу, ветер поет на пути, через тумани морозы порву мне до тебя не дойти, вспомнишь, если взгрустнется наших стоянных огней, плови пешком, как придется, песня к тебе доберется, даже в нелёные линии. Снег, 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 снег над тайгою кружится, вьюга заносит следы в наших саде. Снег, 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 пусть тебе нынче в ресницы, залитый солнцем в оксальный перег, сон в страшных дней. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Активного деятеля авторской песни, редактора разных изданий авторской песни, руководителя художественного центра авторской песни в Москве, Александр Николаевич Костремина. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Книжечка тут есть, диск этот её есть. Очень советую не покупать мои книги, а покупать её книжки, тем более, что они, во-первых, они дешевле гораздо, а, во-вторых, они гораздо лучше по уровню стекосложения. Поскольку я составитель этой книжки, я заползна за это ответственность. Мы с ней познакомились в страшное дело. Значит, в ноябре месяца 61-го года на Криворобатском переулке в доме моего приятеля Сережи Артамонова, молодого тогда писателя, живущего, наверное, где-то под Парижем. А познакомились мы случайно, потому что я пришёл к нему в дом встречаться с неизвестным тогда ещё рыжим юношей, ставшим по дне Норбинским галереатом Иосифом Бротским. Вот. И когда эта девушка появилась, то я помню, что я прервал разговор, побежал, когда с мамочкой, а пива у вас нет, я побежал за пивом, совершенно прервав на полословие фразы. Бродский выскочил за мной на площадку, ты что, идиот? Мы же о стихах говорим. Куда ты бежишь? На что якобы кому-то пнуло в живот, я сказал, пошёл вон дурак. Побежал за пивом. Выскочив на Криворобатский переулок, я понял, что не знаю, куда идти, потому что я не играет с Москвы, я не знал совершенно. Пока нашёл смоленский гастроном, пока там было это дурацкое пиво, Вот так вот всё начиналось, всё начиналось. Тогда ещё был старый Арбат, была собачья площадка, писал файлинг «Собачка», сейчас всё это половано. Единственный, по-моему, в Москве тоже женский вытрезвитель. Примался в руки без атических моментов старой Москвы, и тогда я помню, написал такую песню «Собачья площадка». На собачьей площадке собаки не лают, На собачьей площадке богатствия огни, На собачьей площадке только кошки гуляют, Да сидим мы с тобой одни. На собачьей площадке только кошки гуляют, Да сидим мы с тобой одни. Утро станет стеной между нами двоими Частых писем не шли и обратно не жди Между губами моими и губами твоими Снег идет и бушуют дожди Между губами моими и губами твоими Снег идет и бушуют дожди Облака под крылом заклубятся, как в ад И погода закроет порты на пути Затеряется дом, переулка Харбата И никак мы его не найти Затеряется дом, переулка Харбата И никак мы его не найти Над собачьей площадке собаки не лают Над собачьей площадкой не воскревав огни Над собачьей площадкой облака проплывают Ты на них улыбаюсь с глиней Затеряется дом, переулка Харбата Затеряется дом, переулка Харбата Затеряется дом, переулка Харбата И на них улыбаюсь с глиней Затеряется дом, переулка Харбата Затеряется дом, переулка Харбата И счастлив сырелся в несет Еще под парусом тудеем В чужих порядке спим мы Еще к тебе я доберусь Не знаю сам когда О геркулесовый скалу Дельфины грины спим И между двух материков Огни несут суда О геркулесовый скалу Дельфины грины спим И между двух материков Огни несут суда Еще над черной глубиной Морочит нас тревога Вдали от царства твоего От царства рук и рук Пускай пока моя родня Тебя не судит строго Пускай на стену не повесит Мой запыленный лук Пускай пока моя родня Тебя не судит строго Пускай на стену не повесит Мой запыленный лук У геркулесовый столбом Лежит моя дорога Пусть южный ветер до утра В твою стучится дверь Пусть южный ветер до утра В твою стучится дверь Пусть южный ветер до утра В твою стучится дверь Пусть южный ветер до утра В твою стучится дверь Будь можно этого довольна Тебе ли собственная воля Вне подозрения уже Опережая результаты Контрольных опытов души Оно удерживает жизнь Есть гармонический режим В осмоблуждающийся тайне И ты, проснувшись среди ночи Вдруг вспоминаешь о себе И убеждаешься воочию Что все угадано в судьбе Но только что Не вспомнить точно И возникает расстояние Которого не перейти Оно условие пути И первый признак Расставания со всем Что будет впереди Не потому ли так легка Сигийской ласточки опека Чье одиночество как эхо В существовании двойника Высокой нотой припета Она поманит на постой По гробу овяжет перекличкой С гузинной дудочкой Птичей Вот клетка, форточка, вот стол, вот вет Бери его с поличным Труди задержанные Живых ветра опробовали Свою, корнями землю отустроя Уже как здание обжитое Для странствий будущих своих Уйдешь, набросит покрывало Как осень кружева лежит Оса придушина жужжит Цепляя прочность материала А жизнь как петелька бежит Аплодисменты Аплодисменты Еще одна песня Ее посвященная 63-й год Штормовая погода В северной Атлантике Борт парусника Казанштейн Чистые пруды Все, что будет со мной Знаю я Наперед ищу я Себя провожатых А на чистых прудах Англии белый Плывет Отвекает Маконы Пожатых А На булавных Скамейках На булавных Скамейках По звуке А ты забудь про меня Не забывай Тонкие руки, а ты забудь про меня, Ты забудь про меня, Я забываю тонкие руки. Я смеюсь пузырем на зимнем дожде, Надо мной городское движение, а все руки по воде, Все руки по воде разгоняют Мое отражение, а все руки по воде, Все руки по воде разгоняют Мое отражение. Все, чем стал я на этой земле, Знаменит земель бухтвы, Горь с нажатой, а на чистых прудах Лед кальками звенит, Отвлекая лаконы, вожая, а на чистых прудах Лед кальками Звенит, отвлекая лаконы, вожая, а на чистых прудах Это не единственное, что сегодня представляется вашему вниманию. Еще представляется вашему вниманию вот огромный сериал из 34 серии фильмов, который здесь уже был, но это что-то такое интересное видение, что 18-го числа в царском севере, в лицейском зале, где когда-то, держае, слушал Пушкина, если это так действительно было, ответственно сомневаюсь в достоверность этого факта, о чем мы еще поговорим ниже, значит, там мы вручали царско-сельскую художественную премию за вклад в русскую культуру, и этот фильм, вернее сериал, 3-4 серии, которые здесь тоже есть, вот он получил царско-сельскую пушкинскую премию, что считается, хотя денег за меня не платят, значит, это очень нравится. АПЛОДИСМЕНТЫ Если что-то, я о нем вообще рассказывал, я сделал большим коллективом профессиональных киношников этот сериал по книге моих воспоминаний, вернее, по книгам моих воспоминаний. Здесь 3-4 полчасовых серии, 18 часов киноэфира, огромное количество уникальной кинохроники, около 300 мая мексиков и песен, то есть все в одном флаконе, вся моя жизнь, начиная с 33-го года, кончая по-то прошлом годом, но я уже говорил об этом не о себе любимом фильме, о эпохе, в которой у меня довелось жить, поскольку 20 марта следующего года, если не скрипрыл, у меня должны исполниться 80 лет, уже за предельный срок, если учесть, что срок жизни среднего мужчины в нашей стране 59, то у меня уже в книгу геннесса износит, вот, но во всем случае, вот этот сериал содержит очень много всякой интересной информации, а стихи и песни образуют как бы второй план этого сериала, музыку к нему написал замечательный аккаунтер Геннадий Цыпин, известный по другому фильму, который тоже тут есть, в поисках идиша, который получил первое место в мире в Нью-Йорке 2 года назад на фестивале, при возрасте наши киношные работы тоже получили как бы достаточно серьезное признание, вот, если у кого этого фильма нет, то очень рекомендую, потому что если у вас есть этот сериал, можете больше ничего не покупать, то есть все в одном лаконе, у меня есть такой стишок, кружится отражение дробя, весенние мойки, полночная вата, снимаю фильм про самого себя, смешно, конечно, но и красновато, припоминаю прежнее житье, васильевские линия седьмая, гримит оркестров медное литье, обозначая праздник первомая, поют гудки в невидимом порту, сувя сюда счастливую дорогу, и вкус лимонной корочки во рту слабеет, исчезая понемногу в этом блокадах, орудийный гром и дистрофии черная зараза, мой старый дом сгорел в сорок втором, я с той поры здесь не бывал ни разу, я прожил жив вдали от этих мест о прошлом, забывая постепенно, зачем хожу я в старенький подъезд, ступая на знакомые ступени, зачем смотрю в забытое окно в чужом дому, смущенный и неловкий, соседи переехали давно, кто на Смоленке, кто на Пискаревке, шумят бомжи под окнами в саду, входная дверь клеенкою обитая, я ничего теперь здесь не найду из детского утраченного быта, не наводи, приятель, объектив, не надрывай мне душу, когда надо, вторично, в реку времени войти я не могу, это и не надо. АПЛОДИСМЕНТЫ Над светенью канала, твоя не тягучая жизнь, на Невском рекламы кино, а в зимнем по-прежнему вече, на пылью закрытое окно, в Европу ненужное нынче, десятки различных привет приносят тревожные вести, дворцы и каналы на месте, а прежнего города нет. Но в тревожне твоих постовых милыми свякотетели, пока на гранитах твоих любимые чудеса тень, и тянется хрупкая лица, вдоль времени зыбки погольше, и теплется белая ночь, Которые дни порогасить И в рюночной, на маховой Среди алкашей уторвленных Мы выпьем за дым над пивой Из стопок простых и храненых За шпиной твоей каплей За облик немеркнущий прошлый За то, что покуда живешь ты И мы как-нибудь проживем За шпиной твоей каплей За облик немеркнущий прошлый За то, что покуда живешь ты И мы как-нибудь проживем И так, это сериал Еще вот только что в Санкт-Петербурге Вышла книжечка моих новых стихов Это вот есть известный Петрополь Который издает мои книжки В одинаковом формате, как видите Это шестая книжка В условии только одно Стихи, которые написаны Только недавно Ни одна книжка не повторяет ни одной строчки Это шестая книга Называется она «Корабье пирса» Официальная презентация Должаем 28 ноября здесь же Ну уж так мы Немножко опередили события Их очень мало Эти книжки, по-моему, штук 30 всего у нас Потому что 20-го числа У меня был вечер в концертном зале Афринянского вокзала в Санкт-Петербурге Там большой зал Восемнадцатый раз И там эту книжку разобрали полностью Вот Люда Которая нас ведает Магазинчиком наших Она в трудом сохранила эти экземпляры Чтобы привезти в Москву Там ползала осталось без книг Но она решила их привезти сюда Я прочитаю по России Школе эти книжки Диабет Истеков в блокаде Оглянусь на зеркало украдкой Кровь стучит в седеющий висок Жизнь моя была совсем не сладкой Отчего же сахар так высок? Поднял сорок первый год проклятый За сеной рвущийся фугас Все, что нам не додано когда-то Обернулось нынче против нас Знали ли мы дети Ленинграда Сукари, гладая на обед Штурука, костлявая, блокады Нас достанет через столько лет Снова сон, с которым нету сладок Длинные лучи наискосок В пламени Бадаевского склада Догорает сахарный песок Позынуть удастся мне едва ли Юнкерс, уходящий в облака И базар, где землю продавали Сладкую от этого песка Я там был в прошлом году И, в общем, так сказать Этот знаменитый город Потому что знаменитая схема Маяковского Через 4 года здесь будет город Сад Подсвечена этому городу И на площади стоит статуя Маяковского На центральной Маяковского никогда там не было Он был в гостях у Бриков То есть не в гостях, они жили вместе Но, так иначе, в гостях у Бриков Был, значит, бригадир Хренов Который, значит, приехал из Новокузнецка Совершенно восторженный и так далее И рассказывал о том, что через 4 года Здесь будет город Сад И Маяковский и Бриков Это замечательные стихи Если вы не были в этом городе Попробуйте посмотреть на него Это совершенно страшное место Где, так сказать, там держались спецпереселенцев Где были лагеря сталинские Где дети рождаются Рожденные астмы Металлургический комбинат Человечная экология И так далее, и тому подобное Я написал там стихи Потому что я узнал Почему я их там написал На нервной почве Да потому что Я не знал этого Что Хренова посадили И угнаили в лагерях И пьяное начальство лагерное Для издевки Заставляло его читать стихи Маяковского Вот Вот такое стихотворение Дело в том, что Я на исключительном вечере Большую заповедь Около 800 мест Я прочитал стихи Они вызвали положительную реакцию зала Но Когда я же вернулся в Москву Там Коммунистические газеты Все на меня обрушили Что я должен Вернуться обратно Встать на колени Перед Маяковским Покаяться и прочее Я не собираюсь этого делать Но Мне интересно наше мнение Пово этой стихотворения Не допроситься Он уж сейчас На площади стоит О городе Где верят в перемены У бриков Оказавшийся В гостях Поэту Бригадир Поведал хренов А хреново Гноили в лагерях И где забавы Заставляли часто Десятый раз Глумясь над ним опять По прихоти Похмельного начальства Те строки Маяковского читать Не станет садом Города тот серый Мечту поэта Воплощая в быль Здесь как в аду Витает запах серый И оседает угольная пыль Пусть нам марксисты Не читают лекции Капитализмом Объявляя шахт Здесь подыхали Спецпереселенцы В землянках И в выжих шалашах Смотрю вокруг И ждет меня досада За детские наивные года Уже не будет Этот город садом Ни ныне, ни пристно Никогда Наверясь снова Строчками этим старым Мечтая, чтобы город садом стал Когда поются песни Под гитару И льется в кож Расправленный метал АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мы еще здесь пешок Начинаем И Рихард Зорге Дело в том, что Рихард Зорге Родился, оказывается, в Баку Я этого не знал И во время экскурсии в Баку Нам показательный памятник его Вот такие стихи Говорят, что при жизни Его не любил никто Не любила Родина За которой он сражался Еще безусым мальчишкой В Первую мировую Не любили правительства стран На которых он работал Собирая секретные сведения О намерениях фашистов Не любил Сталин Которому не поверил В предупрежденной Одней части Гитлеровского удара И когда японцы в Токио Взяли его с поличным То три года держали его Приговоренного к смерти Терпливо надеясь на то Что его обменяют На своего арестованного шпиона В Соединенных Штатах Или Советском Союзе Но никто не желал спасти его Все от него отвернулись И поэтому в 44-м Накануне Дня Победы В тюремном дворе в Японии Он все-таки был повешен Став первым за всю историю Казненным там иностранцам Говорят, что при жизни Его не любил никто За четырем женщин С которыми он встречался Его обожали женщины Которые для него Предавали своих мужей Ломали свою карьеру Собирали секретные сведения С риском для собственной жизни Или ломали ноги Прыгая из окошек И он любил этих женщин В Японии и России Постоянно их обращая Извиняя им и бросая Среди них были баронессы И великие пианистки Секретари и жены Чопорных дипломатов Предававших всех и все А его никогда Ни разу И последних женщин Неожиданно брошенных им Которые он покинул Для костлявой и тощей старухи Отыскали в останки Среди безымянного пепла Опасного бывшую челюсть По золотому мозгу Превратившемуся от пламени В бесформенный Желтый свиток Она этот желтый свиток Перелила в коричко Который раз надев С собой унесла В могилу Говорят, что при жизни Он не любил никто Но и любили женщины Это не так уж мало Потому что уходят Бесследные режимы Вожди и страны Но остается женская Единственная любовь Которая может сделаться Колечком И желтым слитком Но всегда остается Золотом Самой высокой пробой Здесь только что вышедший С новыми песнями Который называется Глобальное потепление Почему глобальное потепление Сейчас песню мы споем Потому что когда Пару лет назад Наш фильм Который тоже был Текст в поисках Ириша Заняло первое место в мире Значит Была презентация Этого фильма В Вашингтоне В библиотеке Конгресса Соединенных Штатов Америки Я по-моему Третий русский поэт Который там Достроился этой чести Для меня там Только был Евтушенко И Еброскин Но так ли Накануне этого мероприятия Ко мне Пришла дама Протокольная Которая мне объясняла Что надо говорить Что не надо говорить Я говорю Профессор Я не знаю Мои конструкторы Вы списались Вот мы знаем Ваша точка зрения Она Модель нашего Любимого Алиберта Это гора По слову глобального Потерпения И влияния Человека на климат Поэтому Чтобы у Вас Все было хорошо Я Вас предупреждаю Ни слова Скрить И горы Ни слова Ну у меня Среди точки зрения Мы об этом поговорим На лекциях Кстати лекция 14 ноября Вот прошлая лекция Прошла за большим Аспектом здесь же Да Это была тема Атлантиды Следующая лекция У нас Библейские легенды С позиции Современной науки Где я пытаюсь доказать Что все реально Ценами утопившие Войска фараона Действие гибельские казни Которые отображают Благосрочные Вулканические Извержения Вулкана Санторин Или гибли Содома и Гамбора Верстать выбросом Метана И образование Сероводорода И так далее И тому подобное У меня На старости лет Крышу поехал Я пытаюсь все объяснить Сказки с позиции Современной науки Так что приглашаю На лекции Там первая часть лекции Фильм Лекция То что по культуре шло Комментарии Ответы на вопросы На любые Вплоть до конца света А потом Стихи Так что Очень прошу 14 декабря Ни одна лекция Не повторяю Делай в ноябре Восстание декабриста Хорошо Так вот Да Ну я сказал Да Я еще не буду говорить И конечно Кшер буду говорить Там совершенно О другом Речь В Афине Да Но я Меня занял Я написал Песенку Знак протеста Песенка Конечно Не столько Для научных докладов Сколько Для вагонов Подмосковной электрички Но там точно Отображается Моя точка зрения На модель гора И влияние человека На глобальное потемление Поэтому и диск Так назвал Глобальное потемление И новую книгу стихов У меня сейчас в Питере Собирается книга Тихий написан В 21 веке Я ей хочу тоже Назовить Глобальное потемление Песня такая Горевычное моё поколение И напомню И напомню И напомню За окошками беда Косоротится А бежит в море вода И воротится Все субеют города И затопительно Сгибет лобное Без следа Весь из Питера Нас пугают От утра И до вечера Но мы как детвора Все доверчивы Когда мы, чтобы не сгинули Быстро мы Чеш-трепут президенты С министрами Я кривую лодки рота Над эпохою Что озон, что у меня рот Все мне пофигу Не желая знать о том Что удобно я Не хочу ладать потом Водку теплую Бедковерной земли Население Нам глобальное Грозит оглубление Принимаем все всерьез Что не верится Одна улица Мороз И метель Линца Мерковерная земли Население Нам глобальное Грозит оглубление Принимаем все всерьез Что не верится Одна улица Мороз И метель Линца Мы для пары песни Для представления Этого зиска Например Прощай, Москва Не слишком по жизни Я был успешен Играя с судьбою Блиц А с хвалю Стан От твоих насмешек Твоих Равнодушных лиц Униженный край Где не знают горя Где зреют в тепле глаза Прощай, Москва Я найду этот город Который Белит слеза Униженный край Где не знают горя Где зреют в тепле глаза Прощай, Москва Я найду этот город Который Белит слеза По пусту лучшие Годы тратят Ища, где не правит слов Но с этим мы Говоря по правде Пока еще Не весло Там сильный океан До снежной горы Откроется ли Сезам Вообще, Москва Я найду этот город Который Белит слезам Там сильный океан До снежной горы Откроется ли Сезам Вообще, Москва Я найду этот город Который Белит слезам Тебя бы напрасно Норочит сказка Скорее Ее забудь Сотый раз Потерпев фиаско Я вновь Начал Булк Но что от того Что уже не молод Что тьма подошла Глазам Прощай, Москва Я найду этот город Который Белит слезам Но что от того Что уже не молод Что тьма подошла Глазам Прощай, Москва Я найду этот город Который Белит слезам Ну еще одна песня для этого диска Я так думал Записывать Она не очень приличная для моего возраста Уже преклонного старчика Скоро что касается возраста Кстати, я вам в прошлый раз упоминал Где-то полгода назад в Казани У меня был авторский вечер В университете в Казанском Я получил потрясающую записку Уважаемый Александр Морисеевич Не кажется ли вам Что авторская песня Сегодня окончательно выродилась Поет под минус Поет под плюс Вместо стихов Какие-то пошлые Повсовые тексты И дальше Какое счастье Что вы до этого не дожили Да Ну это точно так понимаю Это вполне сопоставимо С запиской Полученной пять лет назад В Клиническом музее Изглата были концерты Авторской песни Теперь нам полностью Авторской песни выкинули А отовсюду сейчас выкидывают Я из фото Видел вот эту программу Тем временем Архангельского Недавно она была По культуре Где там Считается Что значит там Защиту якобы Журналист Максимов Раскопает В защиту Русского криминального Шансона И говорит Что это потрясающе Хороший жанр Я пришел на смену Авторской песни Она уже умерла Я там Совершенно разъеренный Там Очень много Шумел В защиту Авторской песни С критикой Криминального Шансона Но меня там На эти проценты Вырезали Я посмотрел На интернете Потому что У меня осталось Трешки до ножки Не в этом дело А дело в том Что Все-таки Мне несмотря на Преклонный возраст Иногда Хочется написать Совершенно потрясло Я написал Хулиганскую песню Иногда Называется Остров Цитаты Из нашего Любимого Президента Там Ярек Случайно Звучит 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 Да Звучит Чтобы жить безмятежно и просто, Я куплю тебе маленький остров, Где на ветках живут бандерлоги, Не платят государство налоги. Где на ветках живут бандерлоги, Не платят государство налоги. Если остров дешевле квартиры, Мы там сами поставим сортиры, Но на завес оставшимся людям Никого там мочить мы не будем. Там с тобой мы вместе на пару Станет песенки петь как гитару, Не забыв про научные книжки Будем трахаться без передышки. Не забыв про научные книжки Будем трахаться без передышки. Путерпись молоко из кокоса, Не смотри же, любимая коса, Без тебя не в Москве, ни в Париже, Не найду же в площади ближе. Чтобы жить безмятежно и просто, Я куплю тебе маленький остров, Где на ветках живут бандерлоги, Не платят государство налоги. Спасибо. Аплодисменты 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 Вы можете не пугаться и писать нам Ваши пожелания, Вопросы, мнения и так далее, Прямо вот сюда. А мы на это обязательно будем бегать. Ух ты! Как пишет твой друг Герман, Время льется как вино, Сразу это всюду, Но однажды видишь дно и знаешь посылочку. Ну хорошо. Давайте дадим Вам возможность подумать на этот счет, да? Сейчас он даст все 10 минут для прерыва. А, деревянные города и Себастополь. 59-й год и гарка, Один из самых первых песен. Для меня очень важно. Укритый дом в зеленых водах, Летят на юг, перекрикались птицы. А я иду по деревянным городам, Где мостовые скрипят, как половицы. А я иду по деревянным городам, Где мостовые скрипят, как половицы. На крошке, который велок. А я иду по деревянным городам, Здесь для меня правонарудных гроб, Здесь для меня бассейны, бассейны. Шумел кровок древучих леса, И стали мне до кучки войны страны Моих товарищей далеких голоса Их родов, асфортной страны Моих товарищей здешние голоса Их родов, асфортной страны В тех странах, в октябреющих села Плывет цветом зоны слова запах Но мне ни разу не привидится во сна Туманный запад, неверный дальний запад Но мне ни разу не привидится во сна Туманный запад, неверный дальний запад Никто меня не вспоминает там Моих товарищей совсем другое снится А я иду по деревянным дорогам Где мостовый скребятка в полице А я иду по деревянным дорогам Где мостовый скребятка в полице АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Еще раз я попросил спеть приступ Моих коллеги из Росатома Почему коллеги? Потому что по своей специальности Я кончал все время В незапамятные времена Ленинградский горный институт Я геофизик, по-станесу саму себе Специальность в поиске урана То это было совершенно секретно все Вот и первое главное геологическое управление Относившись так к Средмашу Все было совершенно секретно За железной дверью И это как-то в юности очень привлекало А когда нам говорили Что рано очень плохо действует на мужчин То мы хихикали Потому что нам было по 19 лет Нас казалось, что ничем нас не сломишь в этом плане Но только тогда, когда мои друзья Работали на рану в Грудниках И в других местах Стали умирать от рака Выяснилось, что сегодня так смешно Но тогда на третьем курсе Все это казалось источником юмора Полусексуального Я там написал одну из самых первых своих песен Тащих даже мелодии свою не придумал А это было написано песен на мелодию песни Которую сочинял замечательный советский поэт Михаил Аркадьевич Светлов Жил на свете золотой искатель Ну я немножко переначал первые строчки А мелодия его И от этой жизни в результате Он свой громкий голос потерял Загросил от этой отопреждение И промыл с горящим словом Я теперь уж больше не мужчина А всего лишь облако в штанах Я всего лишь облако в штанах Прошло значит столько лет Это ж чем-то вы поняли 52-й год, да? Ужас Больше было столетия Но когда я пою третий курс Остатковался от ужаса Светлым я гибом на голове Он заплакал и пошел рыдая Через реки, горы и поля И лежала перед ним большая Женщинами полная земля И лежала перед ним большая Женщинами полная земля Я завершаю первое деление Я дожду записки Просьбу этой песни оцепить Потому что наверняка будет А просто скажу, что пару лет назад На моем концерте В зале Театра школы современной пьесы На Трубную площадь Четыре года На сцену поднялся Черный человек В смокинге Держал в руках Огромный там-там И на хорошем русском языке Сказал Попоручая предсказательство Священного полномочного посла Республики Сенеган В России Господину такого-то Имея честь Учить господину Градинскому Этот там-там Знак уважения за то Что в России За всю историю Впервые Написали песню О Республике Сенеган Надеюсь, что поддержка Хотя бы припела Итак, 70-й год Город Дакар Жена Франциско А мне не танец Мят Сенегай Они парят Родные леса А в Сенегане Братцы В Сенегане Я такие Я видел Череза Ох, не слабы Братцы Ох, не слабы Лес волны Мерцали Весла Хоп Крокодилы Пальмы Бабабы И жена Французского Тоса Крокодилы Пальмы Бабабы И жена Французского Тоса Крокодилы По-русски Ни фига Но как Высок Груть Бабабы И жена Французского Тоса Крокодилы Бабабы Африка Светла Хоп Крокодилы Бабы Бабабы И жена Французского Тоса Крокодилы ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ